всем здравствуйте сергей жирнов один из самых интересных особенно на сегодняшний день блогеров youtube в эфире канала народная газета сергей здравствуй здравствуй светлана здравствуйте все зрители канала народная газета а когда эта передача будет уже в записи здравствуйте все зрители моего канала до вопросов сегодня так много вообще вопросов с каждым днем поступает все больше и поэтому вот мы сергеем решили проводить такие эфиры дважды в неделю и сергей вот мне кажется почему зашел так здорово этот формат потому что зрители испытывают как бы дефицит общения а мы его восполняем это моя точка зрения я с ней тоже согласен потому что действительно я я делаю передачи у меня есть появляется достаточно с моей точки зрения передать но в этих передачах маловато ответы на вопросы не постоянно задают какие-то вопросы на которые я либо не успеваю либо не могу ответить и поэтому наши с тобой эфиры они отвечают заполняют этого это не этот недостаток и таким образом на них есть спрос и в общем это приятно конечно несколько часов назад на своем канале а ты выставил анонс премьеры который состоится в 19 москвы в воскресенье у тебя с интригующим заголовком и швец и жрец и великий лжец и вокруг твоего анонса сергей творится что-то невероятно чем он так зацепил интернет сообщества и какие там показатели за эти несколько часов но за три часа после того как я разместил этот анонс ну скажем так за четыре да у меня прибавилось на 500 подписчиков и просмотров уже по внутренним моему счетчику больше двадцати двух тысяч а по внешнему больше 15 или 16 тысяч но этот внутренний и внешний счетчик я так понимаю что какие-то люди смотрят по два раза один тот же ролик поэтому внутренняя моя панель показывает 22 а внешняя панель поскольку она считает только единоразовых посетителей там немножко немножко меньше то есть важно в общем конечно конечно соццепил и самое главное отличие это то что очень много комментариев гораздо больше чем обычно и очень много негативных комментариев гораздо меньше вернее так комментариев больше чем обычно и лайков и дизлайков не так как обычно то есть явно совершенно ко мне пришли почитатели Юрия Борисовича Швейца, и начали на меня выливать ушатые грязи. Ушатые грязи. И больше того, я в воскресенье расскажу эксклюзивную информацию, потому что ко мне пришли люди из службы внешней разведки. И ко мне пришли люди из Федеральной службы безопасности, из ФСБ. По тем, у меня было три комментария, по содержанию которых я могу гарантированно сказать, что ко мне пришли люди из ФСБ и из СВР. И эти люди высказали комментарии в пользу Юрия Борисовича Швейца. И это эксклюзивный материал, который я сейчас могу уже на твоем канале объявить. А подробности его я расскажу в воскресенье. И эти люди, которые ко мне пришли, я их очень сильно благодарю, потому что вот мой анонс, он сработал именно в этом плане. Я ждал, кто ко мне придет с солдатскими сапогами троллить мой материал. И они прокололись, чекисты, путинские чекисты прокололись. Причем они прокололись в том смысле, что они поддержали Юрия Борисовича Швейца в своих комментариях. И делайте, зрители, из этого ваши выводы. Собственно говоря, да, вот после последнего нашего с тобой эфира, который был во вторник, как я поняла из комментариев, пришел и сам Юрий Борисович Швец на твой канал, да? Но его раскусили и твои зрители, и ты сам, так это или не так? Ну да, я не могу сказать, что я раскусил, да, но я просто написал такой смешной комментарий, потому что там явно совершенно такой был коммент в защиту, такую железную защиту Швейца. И я написал смешной такой комментарий, что типа, ну Юрий Борисович, спасибо, таким образом я понял, что и вы смотрите мой канал. Ну, я так думаю, что он смотрит мой канал, я же его смотрю, смотрю канал, почему ему не посмотреть мой канал, тем более, когда там обсуждают его. Потому что я убежден, что он его смотрел, конечно, потому что он смотрит, отсматривает. Мы с тобой уже не первый раз это замечали, потому что когда я делал премьеру с Борисом Димашем, то все заметили, что в тот же самый день Юрий Борисович Швец выложил, стремительно выложил материал на сходную тему в Соединенных Штатах Америки, и было понятно, что этот материал у него был незапланированным, просто он посчитал невозможным не выложить такого материала, если подобный материал идет на моем канале. Поэтому некое соревнование у нас, конечно, происходит такое заочное, да, и в принципе меня это радует, потому что на самом деле, вот меня постоянно обвиняют в том, что чего вы наезжаете на Швейца? Да ничего я не наезжаю, там, я вот просматривал наш с тобой материал, когда монтировал передачу про Швейца, где я очень часто говорю, всегда говорю, что мне он интересен, я считаю его хорошим аналитиком, хотя мне тут же там мои партнеры говорят, да никакой он не аналитик, говно, он собачье. А я говорю, нет, вы не правы, вы к нему не объективно относитесь, потому что у него интересные материалы есть. И в этом смысле, но вот удивительно, что фанаты Швейца, то, когда мы с тобой говорим, что его интересно слушать, что у него хорошая аналитика, у него много хороших интересных материалов, они почему-то это не слушают абсолютно, то есть у них уши сделаны каким-то другим способом, вот они слушают только гадость, вот которую там про Швейца условно, они считают это гадость, вот это они слышат. А когда мы говорим, что что-то положительное, Юра Борисовича Швейцаре, почему-то они этого не слышат, у них странные уши, странные мозги устроены странным образом. Поэтому и эта передача, я заранее говорю, что эта передача не прямо против Швейца. Я просто, так сказать, Юрий Борисович сам открыл ящик Пандоры в июле месяце, когда он наехал на генерала СВР, на Соловья. Затем он продолжил открывать этот ящик Пандоры, потому что он сделал две передачи, даже там три передачи про Пугачева, где тоже рассмотрел его там, да, да, это самое, взял микроскоп, и вот где он там воровал деньги, откуда деньги ФСБ, и какой он гад, и какой он нехороший человек, а какой он преступник, и вообще какое он чмо и ничтожество. И по этому поводу возникает вопрос, ну а если Юрий Борисович Швейц так рассматривает людей, которые находятся в русском сегменте интернета, а почему его нельзя рассмотреть в тот же самый микроскоп. Вот и все, я взял свой чекистский микроскоп, мне, кстати, там написали, что резануло слово чекистское. А что здесь резануло-то? Мы оба работали в КГБ, мы оба бывшие чекисты. Поэтому прочитать, так сказать, биографию Швейца можно только чекисту. Поэтому я и сказал, что это было журналистское и чекистское расследование. Потому что журналист, который не работал в сфере чекизма, журналист, который не работал в КГБ, он не сможет прочитать то, что прочитаю я как бывший чекист, как бывший КГБшник. И в общем, в этом смысле у меня никаких комплексов нет. Ну что же, я буду отрицать, что я служил в КГБ, не буду отрицать. Я работал в первом главном управлении, так же как Юрий Борисович Швейц. Поэтому я здесь с ним согласен, что первый главк это не КГБ, это отдельная совершенно структура, это диссидентская структура внутри КГБ. Мы, кстати, очень негативно относились к пятому управлению, ко второму управлению контрразведки и особенно к идеологической контрразведке. И в этом смысле, кстати, у меня абсолютно я с ним согласен. Его оценки Путина тоже я с ними согласен. Но его оценки бывают часто слишком негативными. Потому что когда он ищет негатив, он очень предубежденно относится к людям. А я стараюсь относиться с меньшим предубеждением, более объективно. И поэтому, когда говорят, что Швец великий аналитик, и типа он там все раскладывает по полочкам. Нет, это неправда. Он очень идеологически настроенный субъект. И он часто говорит просто гадости. А я, кстати, вот слегка могу вам приоткрыть эту завесу. Вот свежий Швец, например, возьмите его интервью Гордона. Гордон его спрашивает, там Путин был в разведке и так далее. А Путин говорит, а же Швец говорит, Путин никогда не работал в разведке. Вот это вранье. Это вранье. Путин работал в разведке. Просто надо рассматривать, в какой разведке он работал. А и в этом смысле Швец абсолютно необъективный человек к Путину. Я гораздо более объективный человек к Путину. Хотя мне он и мне, и Путину, и Швецу Путину не нравится. А тут у меня в чате достаточно много поклонников и сторонников Юрия Борисовича. И вот леди ЦЦ, вот так, она пишет, Швец ведет себя порядочно. Он так долго не обсуждает своих противников. А ну вот в связи с этим комментарием и леди ЦЦ, мне бы хотелось послушать, как Швец открывал ящик Пандоры. Очень просто, Свет открывал ящик Пандоры. Замечательные поклонники товарища Швеца, которые сейчас пришли на наш эфир. Они, значит, вот мне написали там, ууу, Сережа пиарится за счет Швеца. Хорошо, замечательно. Вы меня обвиняйте в том, что я пиарист за счет кого-то. Когда Швец наезжает на Валерия Дмитриевича Соловья, это что такое? Это пиар за счет Валерия Дмитриевича Соловья. Когда Швец наезжает на генерала СВР, это что такое? Это пиар Швеца за счет генерала СВР. Когда у Гордона прошло чрезвычайно популярное интервью с Пугачевым, которое взорвало интернет, там, я не знаю, больше 6 миллионов просмотров, а сейчас, может быть, даже и больше. И Швец сделал по этому поводу две передачи. Это что такое? Это Швец пропиарился за счет интервью Пугачева Гордону. И больше того, Швец возник в интернете за счет пиара, за счет Путина. Потому что Гордон запустил в интернете миф, который не соответствует действительности. Сокурсник Путина Юрий Швец. Это вранье. И Швец с 2015 года пиарится именно на этом. Почему у него 200 тысяч просмотров и 100 тысяч просмотров? Почему его канал растет? Да потому что, когда вы гуглите его, вам выпадает тут же сокурсник Путина, сокурсник Путина, сокурсник Путина. Швец хотел вам сказать русское слово, настоящее такое вот. Триндит. Триндит. Ну, вы поняли, какое слово я вам хотел сказать. Швец врет. И Швец всю свою медийную карьеру построил на пиаре за счет Путина. Вот ответ. А все детали воскресенье. Понятно. Так вот, все-таки мы не совсем ответили на вопросы. Вот хорошо, Швец пиарится. А Сергей Жирнов не пиарится на имени Швеца? Конечно, пиарится, но и какие проблемы-то? Если Швецу можно пиариться на Соловье, на Генерале, на Пугачеве и на Путине, почему мне нельзя пиариться на Швеце? Где логика, ребята? То есть, либо вы тогда снимите все материалы Швеца, где он пиарится на всех, кому не попадя, и тогда вы можете мне предъявлять законные претензии по поводу того, что не надо пиариться на Швеце. Либо тогда, то есть, логично надо быть, не надо иметь двойных стандартов. Почему ваш любимый Швец может пиариться, а я не могу пиариться? Ну, хорошо, пиарюсь я за счет Швеца. И надеюсь, что этот материал у меня до воскресенья наберет 100 тысяч просмотров. И надеюсь, что у меня будет за воскресенье добавиться несколько тысяч подписчиков. Почему нет? А почему нет? Пусть он пропиарится. А, кстати, если Швец на меня наедет и опубликует обо мне какой-то стандарный ответ, то он пропиарит меня еще лучше. Поэтому, Юрий Борисович, если дадите ответ и разложите по косточкам, какой я нехороший человек, значит, у меня будет еще на 10 тысяч подписчиков больше. Спасибо вам заранее. Ну что ж, отлично сказано. Вот кто запустил информацию, что Валерий Соловей кремлевский агент? Конечно, Швец. Конечно, Швец. У него есть объективные поводы для этого доказательства? Никаких объективных доказательств у него нет. У него чистая идеология. То есть вот он просто сделал передачу про генерала СВР и про Соловья, в которой он огульно рассказал, с его точки зрения, почему эти люди являются агентами Путина. Я уже говорил по этому поводу, уже мы с тобой беседовали не один раз, и там в июле, и в августе, и в сентябре месяце, что это было непорядочное выступление Швеца, потому что вот сегодня ко мне тоже пришли комментарии. Вот, ребята, вы там все оппозиционеры собачитесь между собой, и в результате выигрывает от этого Путин. Вот вам, пожалуйста, и логика. Кто начал эту всю катавасию? Ее начал Юрий Борисович Швец. Он вылил уш от грязи на соратников по антипутинской борьбе Соловья и генерала СВР. И я ему тогда сказал, уже тогда я ему сказал, что это нелогичный путь. То есть если ты хочешь бороться с путинским режимом, ты не можешь начинать эту борьбу с выливания ушатых говна на всех тех, кто борется с этим же режимом. Вот и все. И поэтому где ваша логика, обожатели Швеца, а где ваша логика по отношению к великому аналитику? Какой он в жопу аналитик, извините меня за выражение. Аналитика – это вещь абсолютно не эмоциональная. А Швец в своей передаче вымлеснул эмоции. То есть там не было никакой аналитики, а была чистая идеология, то есть неприятие Соловья, его позиции и так далее. И была эмоция зависти к Соловью, у которого 330 тысяч подписчиков, а у Швеца тогда было там 20 тысяч подписчиков или 50. И генералу СВР, у которого было тоже 300, суммарно более 300 тысяч подписчиков, а у Швеца тогда было 20 или 50. Вот и все. И на этом пиаре Швец заработал свои 60 тысяч подписчиков за три месяца. Дополнительно. Да, ну вот Таня Иванова говорит в адрес Швеца, Швец не сокурсник, он сам говорил. Слушай, а если уже тема подхвачена там Ютубом, Швец, мне кажется, может говорить все, что угодно? Конечно, он может говорить все, что угодно. Есть такой журналист Дмитрий Гордон, у которого миллионные просмотры, миллионные. Зайдите на сайты Гордона, и вы увидите, что любой материал со Швецом начинается крупными буквами «Сокурсник Путина». Сокурсник Путина, сокурсник Путина, сокурсник Путина, сокурсник Путина. И вот это уже Гордон запустил. И Гордон, кстати, сам специально это запустил, потому что таким образом мы же понимаем, что от названия, как вы запустите это название, ролик в эфир, от него очень много зависит. То есть он предваряет любой свой ролик названием «Сокурсник Путина». И Швец после этого дела может говорить все, что угодно, этот сокурсник Путина останется. Кстати, эта вещь, зайдите в Википедию и посмотрите, что там написано на Википедии о Швеце. Зайдите в Википедию. А ведь Швец мог. И, кстати, больше того, вот мне говорили, что Швец рассказал свою биографию. Действительно, я посмотрел, есть такой материал 6 июня 2021 года на его канале, называется «Мы запускаем наш канал». Вот посмотрите, там в этом материале ни разу не сказано, я не являюсь сокурсником Путина. Я никогда с Путиным не учился. В этом материале не сказано ничего. Швец в лучшем случае отмалчивается, а в худшем случае позволяет эту дезу распространять всем, кому не попыта, в том числе Гордону, у которого миллионные просмотры. И даже если, и, кстати, вот у этого материала Швеца на его канале, его посмотрело 26 тысяч человек. А материал Гордона посмотрело 100 миллионов людей. И вот 100 миллионов, значит, считают, что Швец сокурсник, а там 20 тысяч, где Швец ничего не говорит. Не то, что он протестует, что нет, меня неправильно подняли, вот я первый раз, раз и навсегда хочу сказать, что я никогда не учился с Путиным, поэтому не обвиняйте меня в том, что я вру, и не говорите мне, не предъявляйте мне претензии, что я распространяю миф. Вот этого Швец никогда не говорил. Он живет на этом мифе с 2015 года. Шесть лет, и вся медийная карьера Швеца сделана на пиаре за счет названия «Я сокурсник Путина». Значит, я прочитаю сейчас комментарии Ольги Гонта и Лины Крим. Значит, ой, вернее, да, и еще Леди Эцицец. Про Соловья и генерала СВР у многих сомнения. Дайте людям самим разобраться и сделать выводы. А вы давите, ведете не совсем порядочно. А Лина Крим говорит, что Соловей точно выполняет задание. Уже лет пять с надеждой слушала Соловья о транзите власти. О транзите все нет и нет. И я, кстати, Лину Крим понимаю. Вот много слишком, говоря о состоянии здоровья Путина, давая людям надежды, ты знаешь, ничего нет страшнее для человека, чем обманутые надежды. Совершенно правильно. По этому поводу возьмите гугл, прогуглите Швеца о здоровье Путина. И в сентябре 2020 года, год назад, он сделал передачу на канале Марка Фегина, называется «Госпереворот», где он рассказал о плохом здоровье Путина о том, что Путин умрет через две недели, или через неделю. Пересмотрите замечательную передачу вашего любимого Швеца. Пересмотрите, прогуглите, я вам давал уже ссылки. В апреле 2020 года, в феврале 2020 года он повторял то же самое. И когда Соловей это говорит, вы обвиняете его в том, что вам он лапшу вешает, а когда Швец повторяет то же самое, вы говорите, что нет, 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 он замечательный аналитик. Ребята, разберитесь сами с собой. То есть, если вам нужна аналитика, тогда занимайтесь аналитикой. Если вам нужен Швец, то есть вы из него сделали икону, и вы сделали из него святого, и чтобы вот, у нас есть такая поговорка, там ему ссы в глаза, а ему божья роса, вот вам Швец в глаза, а вы все говорите божья роса. Значит, вот Соловей, когда говорит вам то же самое, это неправильно, а Швец, когда повторяет то же самое, это правильно. Ребята, значит, у вас в голове что-то неправильно сделано. Я предлагаю к другим темам перейти, потому что тем очень много, Сергей. Отлично, да, тем более, что у меня, в общем, будет передача в воскресенье, и мы там подробненько остановимся на всех вопросах с деталями, с цитатами, с источниками и с прочими всякими делами. Да, а после вот того, как вы просмотрите эфир, и сторонниками, и противниками, и нейтральным зрителям стоит все-таки посмотреть на канале Сергея Жирнова вот этот анонс. Он две с чем-то минуты, по-моему, всего продолжительности. Да, вот там меньше трех минут, да. Да, я вот редко очень смотрю что-то до конца, а вот этот анонс я посмотрела три раза. Он хоть и коротенький, но там есть о чем задуматься. Ну ладно, давай, у нас вопросов зрителей очень много. Вот Любовь Ер спрашивает. Сергей, по присуждению премии Муратову хочется ваше мнение услышать. Может ли Нобелевский комитет ошрюдироваться? Вполне даже может. Вполне даже может. Мы начали, кстати, в прошлое воскресенье, с 10 октября, мы начали обсуждение этой темы с генералом СВР. И, кстати, тогда меня начали обвинять в том, что я наехал слегка на Муратова, сказав, что он неоднозначный человек. Но у нас там времени не было вдаваться в детали. И тоже, там примерно такой же вариант на ЧЛТА, что ты сидишь за границей спокойно далеко от России и позволяешь себе наезжать на людей, которые находятся в России. Ну, частично в этом есть, конечно, своя логика, своя правда. Да, конечно, я сижу за границей, мне в этом смысле немножко спокойнее. Но если вы считаете, что я так уж спокойно чувствую себя за границей, вы тогда перечитайте, дорогие зрители, материалы дела Литвиненко и материалы дела Скрипаля. То есть вот они тоже сидели в Лондоне за границей и одного отравили полонием 210, а другого отравили новичком. Поэтому то, что я сижу за границей, это совершенно не означает, что мне спокойнее жить, чем вам. То есть если до меня захотят добраться, я, кстати, рассказывал, как до меня пытались уже неоднократно добираться, то они добраться могут. И в этом смысле вы-то как раз защищены гораздо больше, потому что очень много троллей, которые приходят на каналы на наши, они все защищены никами. Они все под какими-то странными названиями. Я с 20 лет или 30 лет выступаю под своей собственной фамилией. У меня все материалы под моей собственной фамилией. И даже когда я делал какие-то материалы под псевдонимами, они у меня под псевдоним Сергей Жаков, то есть это моя школьная фамилия из Института Краснознаменного. То есть у меня нет никаких материалов, где написано там гражданин R, сотрудник чего-то там, или там, я не знаю, там Джон Смив, или какие-то прочие всякие вещи. Поэтому вы, дорогие зрители, прячущиеся за никами и псевдонимами, вы, конечно, правильно делаете, потому что в путинской России надо прятаться за этим делом. Но тогда не упрекайте меня в том, что я, так сказать, чего-то там вам не договариваю или что-то не так делаю. Значит, по поводу Муратова есть информация, и эта информация давно известна, которая очень сильно напрягает. В декабре 2019 года, то есть почти два года тому назад, Радио Свобода на своем сайте и в своих передачах опубликовала результаты расследования. Это расследование, в результате которого выяснилось, что один из основателей компании Йота, долларовый миллионер Сергей Адоньев, который является партнером главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, спонсирует новую газету. Спонсирует новую газету. И финансировал президентскую компанию оппозиционерки Ксении Собчак. Таким образом, я вам сейчас сказал, просто такой легкий посыл сделаю, да? Вы можете пойти на сайт «Свобода». Мы в этом материале, я Светлане кину ссылку, она в описании может добавить эту ссылку. «свобода.org.а.334147.html». Значит, есть материал, вы можете прочитать этот материал, опубликованный два года тому назад. И в этом материале конкретно расписано, кто, когда, где финансирует. А что такое Чемезов? Чемезов – это человек, который с Путиным был в Дрездене. Чемезов – это человек, который знает Путина, это человек из Кооператива «Озеро», это один из самых ближайших приспешников Путина. И если самый ближайший приспешник Путина финансирует новую газету, то о какой независимости новой газеты можем мы говорить? Точно так же, как о какой независимости «Эхо Москвы» мы можем говорить, если «Эхо Москвы» спонсируется «Газпромом». То есть, понимаете, и все вот сейчас там по поводу там главреда «Эхо» все это поняли, потому что он участвовал в этих… в клоунаде с выборами. То есть, он там говорил, что все замечательно, никаких проблем не было, электронное голосование, я его контролировал, Венедиктов, да, и все нормальные люди сказали, ну все, Венедиктов продался, да. И в этом смысле к Муратову есть вопросы. Есть вопросы, эти вопросы законные, потому что от этих вопросов невозможно просто вот так вот сказать, нет, мы не видим ничего, потому что есть данные, есть финансовые расклады, то есть, понятно совершенно, что когда у вас какое-то издание финансируется из государственного или близкого к Путину окружения, то встает вопрос, а насколько они вообще независимы. Нобелевский комитет, тоже Нобелевский, к Нобелевскому комитету давно есть проблемы. Проблемы какие к Нобелевскому комитету? Нет никаких к нему вопросов по отношению там, я не знаю, Нобелевская премия там по химии, по физике, это все, как правило, бывает нормально, да, то есть там, конечно, есть люди, которые обижаются, считают, что лучше бы они дали премию ему, а вот никакому там конкуренту из соседнего института научно-исследовательского или какой-то там корпорации какого-то университета, да, но здесь вопросов почти никаких нет. Вопросы к Нобелевскому комитету давным-давно существуют в двух областях. Это премия по литературе и премия мира. Эти вопросы существовали всегда. Вот почему? Потому что вопросы, Нобелевская премия о литературе, это вопрос вкусовой. Литература это не химия и не физика, это не наука, это не точная наука. В точной науке мы можем взять исследование, просчитать его, прочитать и согласиться с теорией и с доказательством умение не согласиться. А вот литературе... Так, завис, Сергей. Сергей. Катурное произведение, мне нравится одно, а им нравится другое. И почему им вот, они считают, что... зависло. Так, Сергей. Да, слушаю тебя. А, все, понятно, было время, завис. Вот смотри, да, в последнюю неделю на мой канал, лично на меня, как на блогера, пошел бешеный натиск, причем самый, как говорится, такого низкого пошиба, чтобы определить, как я считаю, количество вменяемых людей здесь вот на этом, на ютубе, да, и то же самое на моем канале пошел натиск на тебя. Например, значит, вот сейчас Вероника Кастро есть такая, я подозреваю, это Лахтинская, она упорно называет тебя кримнашистом и заведомо, значит, человеком Путина. Ну, вот что ты можешь сказать? Какое у тебя отношение к Крыму? Крым наш или Крым чей? Ну, во-первых, она, если она говорит это убежденно, то она либо не читала наших передач, не смотрела наших передач, либо не читала то, что я писал, либо, опять же, ну, я не буду называть ее дурой, да, но скажу, что она не совсем информированный человек, потому что я по этому поводу уже, я по этому поводу уже высказывался, но я высказывался, у меня неоднозначное мнение в каком смысле, я не, вот у нас ведь Крым как? Тебе задают вопрос, Крым наш или Крым украинский? Да. Да? И все, и вот да или нет, черно-белое, черно-белое вещание, да, то есть единица или ноль, включено или выключено, вот, у меня не такое отношение к Крыму, да, у меня сложнее отношение к Крыму, у меня не в двоичной системе координат отношения к Крыму, я говорю, что Крым принадлежал Российской империи, Российская империя в борьбе за Крым потеряла кучу крови, солдатских жизней и так далее, но дальше, когда создался Советский Союз, то создалась неправильная ситуация административно-территориальная, у меня есть диплом, я об этом всем говорил, когда мы на эту тему рассматривали, это не для того, чтобы подчеркнуть, какой я умный, какое у меня замечательное образование, просто это для того, чтобы подчеркнуть, что у меня есть профессиональная компетенция рассуждать на тему территориального устройства и территориального администрирования в государстве, у меня есть диплом администратора, государственного администратора, выданного в Национальной школе администрации, при премьер-министре Франции. И на основании этого опыта и этой компетенции администратора я вам говорил, возьмем простую ситуацию. Советский Союз. Никита Хрущев, первый секретарь СК КПСС и премьер Советского Союза. Ситуация, когда полуостров Крым, полуостров, когда с трех сторон вокруг него море. Только с одной стороны суша. И полуостров Крым является российской территорией. А вот только маленький коридорчик его связывает с Россией. И все дороги, железные дороги, линии передач, электропередач, газопередач, газоснабжения и прочих всяких вещей, которые обеспечивают жизни, деятельность и существование этой территории, идут с территории Украины. Как администратору, я вам пояснял, как администратор территориальный и государственный, что это абсолютно ненормальная ситуация. Это абсолютно ненормальная ситуация. Потому что, когда строится планирование, план принимается, когда выделяются ресурсы, когда госплан, госснаб и прочие всякие вещи находятся в одной республике, а объект этих решений находится в другой республике, это ненормальная ситуация. И в этом смысле Никита Хрущев принял единственно правильное административно-территориальное управленческое решение о том, что поскольку вся жизнедеятельность этой территории обеспечивается со стороны Украины, нужно эту территорию приписать к Украине, потому что тогда будет все логично. И это решение административное было правильным. Абсолютно правильным. Это первая вещь. Дальше вопрос следующий. На этой территории проживал очень много людей. Там была база, стратегическая военно-морского флота. Но вы не забывайте, ребята, что вся эта история произошла когда? Во время Советского Союза. Мы же понимаем, что во время Советского Союза нашей страной являлась не Украина, не Россия, не Прибалтика, не Узбекистан. Нашей страной являлся Советский Союз. И в 1977 году это было даже закреплено в Конституции Советского Союза, где было напишено, что у нас сложилась новая общность, которая называется Советский народ. То есть у нас говорилось о том, что у нас теперь нету больше деления на национальности. Это деление чисто формальное. У нас не было границ между республиками. Они административные границы, конечно, были. Но эти границы, понятно, что там никаких блокпостов не было, никаких таможен не было, никаких пограничников не было, никаких собак не было, ничего не было. Мы жили в единой стране, которая называлась Советский Союз. И в этой единой стране совершенно никакой проблемы не было передать одну административную территорию, административную территорию в подчинение Украине, а не России. В этом смысле все было правильно. Проблема возникла когда? Когда Советский Союз развалился, и мы стали суверенными в пределах тех границ, которые существовали на момент развала Советского Союза. То есть на декабрь 1991 года. И вот здесь вылез этот крымский вопрос первый раз. Потому что вот здесь украинцы сказали, ну, слава богу, значит, мы забираем с собой Крым, поскольку эта территория к нам была приписана. А россияне стали говорить, да нет, вот у нас там история, мы за нее кровь проливали. Что правильно, россияне за нее проливали в кровь. Но вы не забывайте, ребята, что Российская империя, в Российскую империю Малороссия, то есть Украина, входила составной частью. И то есть и украинская кровь проливалась на этой территории, потому что кто там из них, какие солдаты, были ли там только русские, или там были какие там, я не знаю, там кто-то еще по национальности, это вопрос открыт. И поэтому в этом смысле. Но самое главное, мой подход был какой? Что для того, чтобы не возникало никаких проблем, лучше всего оставить все так, как было на момент развала Советского Союза. В этом смысле Крым был украинским, и его надо оставить в Украине. И это, кстати, с точки зрения управления этой территорией, гораздо проще, гораздо логичнее и гораздо оправданнее. Потому что вот Путин, когда он аннексировал Крым, ведь первое дело, что ему пришлось сделать? Ему пришлось сделать мост через Керченский пролив. И через этот мост заводить все коммуникации, которые будут снабжать Крым. А этот мост стал таким образом стратегическим объектом. То есть не дай бог, если война, не дай бог, если какой-то там нехороший человек захочет что-то сделать плохо Путину, вот достаточно одного удара бомбового по этому мосту, и Крым отрезан от всего. Крым остается отрезан без воды, без газа, без электричества, без дороги, без железной дороги, без ничего. Это означает, что эта территория уязвима, стратегически уязвима. И это доказало правильность того, что Крым должен был оставаться украинским, и что Путин неправильно его анекцировал. Поэтому тетенька, которая там говорит, что я там, Крым наш, это все вы неправильно придумали. Я считаю, что Крым должен быть украинским. Должен быть украинским. Вероника Кастро свои выводы вот на чем базирует. Ты как-то похвалил качество крымского вина. Вот. Понимаешь? И она считает, что ты таким образом свою принадлежность к крымнашистам подтвердил. Ну, это глупость. Извините меня, конечно, я там не запомнил ее там фамилию. Это глупость. Потому что я говорил про вино. Я рассказывал про вино. Не надо путать политику, не надо путать, там, я не знаю, остую политическую тему и проблему географии и экономии. То есть, если экономики, если в Крыму растет виноград, который не может растить там в другом месте, если в этом месте делается хорошее вино, то от того, что я это скажу... Уже плохое, говорят. Испортилось вино. Ну, там французские виноделы участвовали в этом деле, поэтому я считаю, что вообще, когда рассматривают вопрос Крыма, то ни с одной, ни с другой стороны нет объективного рассмотрения. И с украинской стороны нет объективного рассмотрения, потому что там говорят, все там теперь плохо, там теперь и пляжи плохие, и вино испортилось, вообще все там плохо. Я, кстати, Крым очень люблю. Я туда ездил, я туда ездил школьником, я туда ездил два раза собирать первый год черешню и вишню, а второй год персики. Вот. И мне очень понравилось это дело, потому что вообще там была просто замечательная, прекрасная погода, хорошие пляжи, заработали мы там много денег, наелись этой черешни и персиков, и у меня от Крыма остается только положительное впечатление. Но я вот убедился, что теперь в вопросе Крыма он стал такой вот лакмусовой бумажки. И значит появилось, и с той, и с другой стороны перестали люди анализировать холодно, с холодной головой. А аналитика не может быть эмоциональной. Эмоционально, вот мы можем, мне тут недавно после твоей передачи говорили, вот после нашей прошлой передачи, вот он там раскричался, там пятое, десятое, да? А почему мне не раскричаться? Мы же все-таки передачу делаем, мы живые люди. Я если хочу добавить эмоцию, я добавляю эмоцию. Другое дело, что при рассмотрении аналитическом вопроса, вот здесь эмоции не нужны. И здесь нужно рассматривать объективно, что есть положительное, что есть отрицательное. Вот и все. Иван, Иван, Иванов спрашивает, я прочитал в этом году отверженную Гюго и аппроксимировал французское общество первой половины 19 века на современной эрефийской и понял, что нам до баррикад далеко. Что думает об этом Сергей? Ну, во-первых, он слово неправильное употребил. Решил по-научному высказаться. Да, потому что аппроксимация это, грубо говоря, приближение. То есть здесь я не вижу никакого там аппроксимирования общества французского на российское. Ну, неважно, это разговор такой чисто терминологический. То есть не надо было так научно высказываться, по-моему. Гораздо проще надо говорить. Кстати, вот нам с тобой говорят, что у вас разговоры простые, простым языком, поэтому типа вы не аналитики. А вот швец там говорит заумно, поэтому он очень аналитик. Я давно убедился, что самые сложные вещи нужно говорить самым простым языком, чтобы они были понятны всем. И, как правило, употребление наукообразного языка, зауманного языка, является прежде всего критерием, что человек хочет скрыть, что он дурак. Потому что он... Это не по отношению к этому конкретному зрителю. Нет, Иван Иванов, он умница, он глубокий человек, начитанный. Я не по отношению к нему, да? А вот чаще всего, вот как только люди начинают какие-то сложные термины употреблять, это значит, они просто хотят скрыть свою некомпетентность. Вот этим, кстати, занималась разведка всегда. То есть она писала всегда очень сложные материалы, которые докладывали Брежневу, он там не понимал ни одного слова. И считал, что ему докладывается что-то очень умное. А на самом деле ему докладывали полную туфту какую-то. Значит, между российским обществом и французским обществом можно найти много общего. И в этом смысле я прав. Я соглашусь с этим нашим зрителем. Можно что-то там найти. Другое дело, что переносить французское общество 19 века на российское общество 21 века, я думаю, что это будет, вот как раз это будет аппроксимацией. Да, это будет слишком упрощенческим подходом. А вообще читать классику нужно, потому что классика хороша тем, что она рассказывает о проблемах человеческих, а все проблемы человеческие, они вечные. И если вы перечитаете Изо по басне, если вы перечитаете, я не знаю, там, Платона, Сократа, то вы убедитесь, что они все писали о тех же самых проблемах, которые нас волнуют и сейчас. Хотя они писали явно много-много лет тому назад. Да, вот Роман Русанов спрашивает, что известно Сергею по аварии Собчак и аварии Ефремова. Собчак обмолвилась, что ее сейчас решили назначить на место нового Ефремова. Ты в эту тему вообще вдавался или она тебе не интересна? Она мне не очень интересна, потому что, откровенно говоря, я убедился тоже в жизни, что бытовые аварии бывают. Бывают бытовые аварии. Но у нас, поскольку мы живем в политике, у нас общество очень политизировано, мы постоянно ищем какие-то подводные камни во всем, что бы ни произошло. Там вот у нас этот самый сумасшедший парень какой-то там в Перми перестрелял много народу, значит, это теракт, значит, его готовили в ФСБ. И когда я говорю, что нет, не вижу я никакой здесь теории заговора, мне говорят, ааа, ты продался. Да, там и так далее. Вот. Я, в общем, хотел бы подождать, когда выяснятся какие-то подробности, а потом будем анализировать. Потому что пока нет достаточного информации, достаточного массива информации, чтобы принять решение либо в одну сторону, либо в другую. А догадками заниматься, это плохое дело. значит, у нас времени остается не так много, и мы фактически ни на один вопрос, заявленный в заголовке, еще не ответили. Поэтому вот, давай вот такой, Зака-Зака спрашивает, хотим узнать, как законно получить гражданство за границей, в той же вашей вот Франции. Очень просто. Гражданство можно получить законно тогда, когда вы приедете законно на территорию Франции. То есть, надо прийти в французское посольство, подать допрос на визу, очутиться законно, получить эту визу долгосрочную. И если вы ее получили, вы тогда можете иметь возможность проживать и, возможно, работать на территории Франции. И если вы в течение нескольких лет, более пяти лет, будете проживать на территории Франции законно, работать на территории Франции и докажете, что у вас есть законные источники доходов, которые вам позволяют оплачивать себя и свою семью, то вы сможете подать прошение на получение гражданства и, скорее всего, его удовлетворят. Это первый вариант. Второй вариант пригоден для любого человека во Франции. Вы можете жениться или выйти замуж во Франции. Причем вы можете жениться или выйти замуж за кого угодно. То есть обычно это, конечно, наши женщины приезжают во Францию и выходят за французов, но это может быть и наш мужчина, который женится на француженке, и это может быть наш мужчина, который женится на французе, или наша женщина, которая женится на женщине французской, потому что во Франции признаются однополые браки. Как бы, что бы с вами в этом смысле в моритальном не произошло, в супружеском, это открывает для вас льготный путь для получения французского гражданства. Таким образом, вы можете с вашей второй половинкой французской прожить два года на территории Франции и после этого подать законное заявление о получении французского гражданства и вам его дадут в льготном порядке. Это второй путь. Третий путь, вы можете приехать по Франции, попросить там политическое убежище, получить статус беженства и затем попросить французское гражданство. Или вы можете на территории Франции приехать нелегально, каким-то образом легализоваться и потом попробовать получить французское гражданство, что будет значительно сложнее. Вот первые два пути легальные, гораздо простые, но это будет не автоматически. Сергей Гуйтар спрашивает, Сергей, было бы архиважно сделать серию передач о платформах значимых политических аналитиков и блогеров, например, Невзоров, Сотник, Феги, Латынина и далее по числу подписчиков. Ты решишься на такой сложный проект? Ведь приходить будут тебя не только хвалить, будут приходить бить. Ну вот, я только сразу, как только ты начала этот вопрос задавать нашего зрителя, я тут же ему придумал уже ответ. Мне достаточно было просто анонсировать передачу, что я про Швейцарь сделал передачу, и все, и начиналась, развернулась огромная борьба, и на меня сразу поехали, что вот как это так, ты решился, поднял руку на великого и могущего Юрия Борисовича. Ну и тем более, да, на всех остальных. Я, кстати, всех их слушаю. К Марку Фегину я отношусь чрезвычайно положительно. Мне из всех перечисленных он нравится больше всех. Я его очень сильно уважаю, он меня приглашает, и поэтому, конечно, я на него не только не буду наезжать, потому что он меня приглашает и может перестать меня приглашать, а потому что мне ему нечего предъявить. Мы с ним абсолютно единомышленники. То есть вот ко всем остальным у меня меньше отношений, то есть ко всем остальным у меня есть какие-то претензии. Какие претензии? Юрия Латынина, например, я считаю, что она очень интересный комментатор, она очень интересный политолог, если можно так сказать, журналист, который высказывается на политические темы. У меня к ней претензия чисто человеческая. Такая вещь может быть. Я ее не могу слушать. Вот ее тембр голоса, как только я ее слышу 30 секунд, я лезу на стену. Совершенно. Это абсолютно физиологическое отрицание. Такая вещь возможна, к сожалению. То есть есть такая вещь. Поэтому я латынину предпочитаю читать. То есть мне интересны ее тексты. Потому что в тексте я не слышу ее голоса. Но это вещь, которая чисто вот моя такое субъективное восприятие. Это не означает, что она неинтересна. Хотя очень многие вещи, которые она говорит, она тоже очень безапелляционно иногда вещает. Или даже часто вещает. Там поспорить есть с чем. Сотник. Сотником у меня есть материал, который... Я с ним был дружил в Фейсбуке. Смотрел его каналы. Но Сотник, я считаю, что он очень эмоциональный человек. Он чрезвычайно эмоциональный человек. Он такой вот типичный журналист эмоциональный, который готов, я не знаю, вешать ярлыки, развешивать ярлыки по каждому, по любому поводу. И у меня с ним возникло разногласие, которое, когда я ему высказал, он меня забанил в Фейсбуке. И когда он меня забанил в Фейсбуке, я сделал статью, был ли Высоцкий агентом КГБ. Вы ее можете найти на моем профиле в прозе. И там вы прочитаете мое отношение к Сотнику. Потому что я там подробно остановился на том, что мне в нем нравится и что мне в нем не нравится. Невзоров. Невзоров мне раньше не нравился. То есть вот когда у него была передача, когда он еще в Петербурге, мне он не нравился манерностью. То есть он очень манерный человек, он очень уделяет большое значение в форме подачи материала. И меня она очень сильно раздражала. Сейчас он постарел и там заматерел. И сейчас, хотя у него есть некоторая театральность подачи, потому что его канал, он очень территориализованный. Он надевает костюмы, он там меняет эти костюмы, там у него декорации есть. То есть у него театральный эффект имеет значение в подаче его материала. Тем не менее, по содержанию его материала мне он очень нравится. Я его считаю очень глубоким человеком. Я его слушаю, я его смотрю. Не все и не всегда, потому что, понимаете, еще есть какие-то вещи. Вот у каждого из нас есть свои бзики. У нас есть какие-то любимые темы. И если вы один раз услышали эту тему, вас начинает раздражать, когда человек постоянно вам возвращается к той же самой теме. Поэтому есть какие-то материалы, которые, ну как только он возвращается на какой-то свой конек, я говорю, ну ладно, это все здесь понятно. Мне интересно что-то, что я не знаю, что я не слышал, где я не слышал его позицию по какому-то другому материалу. Но в любом случае, опять же, я повторюсь это, я уже многократно и с тобой, Светлан, говорил, и на других каналах, что мне интересны все блогеры, которые занимаются аналитикой, которые занимаются рассмотрением глубоким жизни, аргументов и так далее. То есть мне неинтересны там кошечки, собачки, хотя это все очень мило, это все замечательно. Это не означает, что я там не смотрю и не умиляюсь там на фотографии кошечек и собачек. Я очень люблю кошечек и собачек. Никаких проблем у меня здесь нету в этом смысле. Но с точки зрения аналитики, мне интересны любые аналитики. Поэтому по этому поводу, допустим, на эхе Москвы я слушаю абсолютно всех. Я слушаю Проханова, я слушаю Шендеровича, я слушаю всех людей, которые высказываются содержательно и глубоко по российской и международной политике. И дальше я делаю свои выводы. С кем-то я соглашаюсь больше, с кем-то я соглашаюсь меньше. Вот и все. Но я считаю, что слушать надо всех. И в этом смысле мне было непонятно, почему, допустим, Юрий Борис Швец резко наезжает на Соловья и наезжает на генерал СВР, который занимается с другой стороны или со своей колокольни, занимается борьбой с тем же самым путинским режимом. Вот этого я не понимаю. Да, Анна Погорелова спрашивает. Очень интересно было бы услышать мнение Сергея по поводу нынешнего энергетического кризиса. Доктор технических наук Острецов еще несколько лет назад говорил о том, что электроэнергии станет не хватать. Потом не станет не хватать катастрофически, и закончится это все плохо. И что вы, Сергей, думаете о климатическом оружии? Вот климатическое очень интересно. Очень интересный вопрос. Вообще глобальный вопрос. Это прекрасный вопрос. Ему вообще можно целую передачу посвятить. Это замечательный совершенно вопрос. Если отвечать коротко, значит, естественно, правильно, что говорится, что энергии будет не хватать. Я не могу сказать, что сразу не будет хватать электроэнергии. То есть, скорее всего, закончатся углеводороды. То есть, скорее всего, раньше всего закончатся углеводороды. Закончится газ, закончится нефть. Потому что мы начинаем выходить уже на рубеж, когда такая возможность становится реальностью. Это первое. Дальше электричество. Почему его может хватить на дольше? Потому что не все электричество делается на угле, не все электричество делается на дровах, не все электричество делается на углеводородах. Электричество производится с помощью ветра, с помощью приливов, с помощью атомной энергии. А атомная энергия, естественно, даже если закончатся все углеводороды, останется уран, плутон, и плутония и мы, ядерные станции, смогут работать и производить энергию. В этом смысле не все так плохо, как это говорится. С другой стороны, все гораздо лучше даже, чем это говорится, потому что у нас есть другой источник энергии, любой энергии, который называется водород. Почему этот источник очень важен? Потому что водорода на Земле немереное количество. Потому что у нас есть вода, а вода это водород. И у нас есть воздух, а это тоже водород. То есть вот из воды мы можем производить водорода столько, сколько хотим. У нас есть мировой океан. И до сих пор почему эту энергию не использовали? Потому что компании углеводородные, нефтяные и газовые, целенаправленно скупали патенты на развитие водородной энергии и клали их под сукно. Потому что они понимали, что если развить эту водородную энергию, то никому не нужна будет нефть и газ. И цены на нефть и газ упадут до одного доллара, и все страны, которые зависят от нефти и газа, станут нищими. Саудовская Аравия, Россия и прочие страны, которые только на этом и живут. Поэтому они сделали все, чтобы создать максимальное количество препятствий на пути водородного двигателя, на пути водородной энергии. Но несмотря на это, все-таки водородная технология развивается. И уже сейчас существуют работающие водородные проекты. Хотя они сейчас немножко дороже, чуть-чуть дороже, еще чуть-чуть дороже, чем углеводородные. Поэтому, когда не станет углеводородов, и если даже не станет ядерной энергии, то у нас останется водород. И как только этого не станет, водород тут же немедленно разовьется, и мы компенсируем за счет водорода все те потери, которые мы понесли от исчезновения углеводородов. Плюс у нас есть энергия Солнца. Энергия Солнца тоже практически неисчерпаема. Мы знаем, что Солнце будет светить еще 4 миллиарда лет. После этого только взорвется и поглотит нашу Землю. То есть здесь у нас тоже огромный источник энергии. Единственное, что он не во всех странах одинаков. То есть страны, которые близко к экватору находятся, у которых большое количество солнечной энергии, они в этом смысле в лучшем положении находятся, чем та же самая Россия, где солнце плохое, где дожди бывают, или вообще мало оно светит, но не греет. В этом смысле, конечно, не одинаковые страны по отношению к этому источнику энергии. Климатическое оружие. Отличный вопрос, интересный. Климатическое оружие, во-первых, оно уже существует. Совершенно понятно. Оно существует не только военное, но оно существует и экономическое. Экономически климатическое оружие используется при, кстати, вот вы говорили про крымское вино, значит, в вине виноделы во Франции используют климатическое оружие. Всем понятно, что когда созревает виноград, его надо собирать последнюю неделю августа или первую неделю сентября. И от этого очень много зависит. То есть за эти 2-3 недели зависит урожай всего года. По этому поводу можно за 5 минут потерять весь этот урожай. То есть не дай бог, если пройдет гроза, или не дай бог, если пройдет какой-нибудь там, я не знаю, град, который побьет весь этот виноград. Поэтому французские видоделы давно используют серебро для того, чтобы запускать ракеты и чтобы разгонять тучи грозовые тогда, когда они угрожают этому урожаю. В Советском Союзе, в России Путин использует это тогда, когда есть демонстрацию, планирует на 9 мая на Красной площади. И нужно сделать солнечное небо над Москвой, а там, допустим, дождь идет. Значит, тоже используется климатическое оружие. Еще есть климатическое оружие, всем оно известно давным-давно. Можно взорвать большой заряд направленный, этот заряд может быть атомным, или глубинная бомба, и спровоцировать землетрясение где-то. Или спровоцировать цунами, например. И таким образом разрушить какую-то территорию, спровоцировав землетрясение на этой территории. Вот такое климатическое оружие существует. Другое дело, что все поняли, что оно существует, поэтому есть усилия, чтобы его ограничить. Точно так же, как химическое оружие, бактериологическое, ядерное и так далее. То есть, чтобы страны не использовали его для ведения войны. Но вопрос интересный, потому что, конечно, человечество очень плохо научилось, или там слабо научилось использовать достижения культуры. Но вот если что-то нужно разрушить, то тут мы большие мостаки. Тут вот произвести какое-то новое оружие, это мы очень-очень любим. Конечно. Вот я просто реплику Виталия Вебера зачитаю. У нас в Германии бросили клич на каждую крышу солнечную батарею. Работают новые дома почти все. Получается. Да, конечно. И у нас во Франции точно такой же клич. Потому что, да, действительно, таким образом можно обеспечить свою квартиру почти круглый год запасом энергии. Единственная проблема какая, что если вдруг получится, что там три недели подряд у вас будет туман и не будет солнца, то, к сожалению, вы останетесь без электроэнергии. Но здесь на этот вариант можно предусмотреть какие-нибудь там генераторы, что-то другое для поддержания вот таких пиков провальных, когда нет солнца и когда невозможно произвести. Но то, что солнечная энергия, безусловно, используется, а в Испании вообще, там, я не знаю, в Испании, в Америке, есть целые станции, которые там, поля этих солнечных батарей, которые производят достаточной энергии, чтобы снабжать даже средний город электроэнергии. А вот Татьяна Ред просит обсудить, как относятся к возрасту в России и как относятся на Западе. Тема большая, считает Татьяна Ред. Она затрагивает и Светлану, которую называют бабушкой, а мышление у нее моложе 30-летних. И Регина сам по этому поводу пишет, что в Америке никому бы в голову не пришло назвать Светлану бабушкой. Это чисто русская дискриминация. Что ты вот по этому поводу скажешь? Да, по этому поводу мы уже высказывались. Здесь я подтверждаю свою позицию, что высказывать какое-то свое негативное отношение, строить свои оценочные мнения к человеку по его возрасту является дискриминацией. Во Франции это является уголовным преступлением. За это можно сесть в тюрьму. За это можно получить реальный уголовный срок, если вы будете писать активно или высказываться публично по поводу возрастной дискриминации. За это можно быть уволенным с работы. Если начальник отдела кадров будет говорить, что я не возьму Светлану на работу, потому что ей там больше немножко лет, чем мне хотелось бы, потому что начальник отдела кадров должен смотреть не на возраст человека, не на цвет его кожи, не на его сексуальные принадлежности, не на его какие-то другие вещи, а на его компетенцию. И если у человека компетентность есть, компетенция есть, то это единственная вещь, которая важна, должна быть для нас. В этом смысле я тебе уже говорил в лицо и за спиной, и продолжаю говорить, что мне совершенно нормально с тобой работать. И всех тех людей, которые приходят на мой канал и пишут, нафига тебе нужна эта бабушка и вообще тебе надо там найти. Причем самое интересное, они сами себе противоречат, потому что одни пишут, нафига тебе нужна бабушка, другие пишут, нафига тебе нужна девушка красивая, малинец. Третьи пишут, нафига тебе нужен украинец. Четвертые говорят, а вот ты наезжаешь на Швейца, а он украинец. Ребята, вы разберитесь уже со своей головой. Значит, это является, естественно, дискриминацией, повторю, во Франции это является уголовным преступлением, дискриминировать человека по возрасту. Это с точки зрения права. И дальше есть подход к этому с точки зрения культуры и традиций. Западное общество уже как 20-30 лет живет совершенно в другой ипостаси по сравнению с Россией. В России средний возраст смертности среди мужчин 65-67 лет. Средний возраст, продолжительность жизни в России 73 года. Это возраст недоразвитого государства. Во Франции средний возраст жизни населения 82 года, а у женщин 86 или чуть не 90 лет. По этому поводу во Франции давным-давно сложилась культура иной жизни, то есть люди поняли, что вот там 40 лет тому назад, когда вам исполнялось 50 лет или 60 лет, вы переходили в какой-то пенсионный возраст. И вдруг получилось так, что за последние 40 лет люди подходят к возрасту. Вот мне исполнилось 60 лет. 60 лет я катаюсь на лыжах лучше, чем я катался на лыжах, когда мне было 20 лет. Когда мне было 30 лет. Когда мне было 40 лет. Я катаюсь в 60 лет на лыжах лучше, чем 20, 30 и 40 лет тому назад. Вот и все. И поэтому люди, кстати, убедились, что, во-первых, их организм изменился, что они живут лучше, что они стареют медленнее. И медицина вообще доказала, что наш организм совершенно спокойно может выдерживать возраст 150-200 лет. То есть его надо просто там заменять какие-то части регулярнее. Да, там какие-то там, я не знаю, то, что изнашивается. И то есть мы постепенно можем даже вообще стать робокопами. То есть останется только у нас мозг, тот же самый, который был при рождении. А все остальное можно заменить какими-то там, я не знаю, там искусственными вещами. Ну, до этого мы, конечно, еще далеко. Но, в общем, мы уже начинаем приближаться к этому. А самое главное другое, что люди изменяют свое отношение. Потому что, допустим, для Франции была абсолютно табуированная тема секс среди взрослых, среди, скажем слово, стариков. Секс среди людей, которые выше какого-то возраста. То есть это была абсолютно культурная предубежденность. То есть молодые всегда считали, что вот мы, молодые, можем заниматься сексом, а наши родители, вообще мы уже очень не любим, когда нам родители говорят, что они занимаются сексом, а уж не то, что говорить про наших бабушек и дедушек. Вот теперь на Западе совершенно спокойно все убедились, что и бабушки, и дедушки занимаются сексом до самых последних лет своей жизни. И что это абсолютно нетабуированная тема. И есть магазины теперь, которые продают товары. Есть магазины, которые помогают этому делать. Виагру придумали, которая помогает сохранять тонус сексуальный до самой глубокой старости. И в этом смысле западное общество гораздо дальше в своем развитии цивилизационном ушло по отношению к России. Россия отсталая страна, не только экономически отсталая страна, но и человечески отсталая страна. И поэтому все ее пещерные предубеждения, они все выливаются на наших каналах, в комментариях, когда приходят неандертальцы и начинают писать, а чего там типа ты бабушку слушаешь. А у бабушки, как правильно написала твоя зрительница, у наших у некоторых молодых мозги идиотов. А если тебе там больше 70 лет или 70 лет, но у тебя светлая голова, то какая проблема в том, чтобы с тобой вести замечательные передачи. Вот и все. Вот такой мой ответ на эту замечательную тему. Ну что, к великому сожалению, Сергей не может дольше сегодня участвовать в эфире, так как у него запись, его ждут на очередном эфире. Всех своих зрителей не то, что призываю, а просто рекомендую всем зайти на канал Сергея Жирнова. И вот анонс, который он выставил, посмотри, там три минуты, друзья, да. И если бы вот те, кто сегодня в чате очень себя некрасиво вёл, посмотрели бы анонс вот этот, я думаю, у них, у многих, поменялись бы кое-какие взгляды. Сергей, ну что? Спасибо, Светлана, за такую рекламу между блогеров. А я всех призываю подписываться на наши каналы, на Светланин канал. У неё несколько штук, на которых разные материалы выставляются. Поэтому подписывайтесь на её каналы, подписывайтесь на мой каналы, лайкайте, распространяйте в соцсетях. И до новых встреч в эфире! До новых встреч!